Автомобилисты, внимание! В 2022 году появились некоторые изменения в законодательстве, касающиеся правил дорожного движения. Ужесточаются санкции к злостным нарушителям правил дорожного движения. О нововведениях расскажет моя коллега Елизавета Кабанова. На кадрах резонансное ДТП, которое произошло на Кутузовском проспекте в Москве. В аварии погибли два человека, в том числе и блогер Саид Губденский. Его машина выехала на встречную полосу движения и врезалась в два других автомобиля. Именно после этой трагедии в Госдуме подняли вопрос об уголовном наказании за повторное нарушение правил дорожного движения. В пояснительной записке к проекту говорилось, что более 40% водителей не останавливает административную ответственность за превышение скорости. Поэтому они неоднократно нарушают правила дорожного движения. Я не думаю, что нас здесь будут наказывать не такие скорости. Это там, где-то в Москве, в Кадах. Ну, не знаю. Ну, этих, которые, эти, мажоры там катаются, гоняют, тех, да, надо наказывать. Как вы к этому относитесь? Ну, я думаю, положительно, потому что, тем более, у нас в городе, где дороги узкие, а зимой, сами видите, какая ситуация. Ну, по сравнению с Европой, все равно наши правила довольно-таки лояльные. Вот. Тем более, у нас есть и послабление для водителей, вот для профессионалов, например, с Нового года отменен. Это не профессионалов, вернее, отменены обязательный технический осмотр. Отмена обязательного технического осмотра для водителей легковых и мототранспортных средств предусматривается 494-м федеральным законом, который вступил в силу 30 декабря 2021 года. Конечно же, есть условия. Транспортное средство должно использоваться только для личных целей. Именно оно дает право не проходить техосмотр. Правда, и тут есть определенные «но». Многим автомобилистам придется все-таки проходить технический осмотр. В некоторых случаях таких, например, как при постановке на государственный счет в госавтоинспекции транспортного средства, с года выпуска которого прошло более четырех лет. Или при совершении регистрационных действий, связанных со сменой владельца. Также для транспортных средств, с года выпуска которых прошло более четырех лет. Технический осмотр необходим для тех транспортных средств, в конструкцию которых были внесены изменения. Требования к прохождению этой процедуры остались теми же. Предоставить исправное транспортное средство, а также ряд документов. А теперь разберемся подробнее в статье 264.2 Уголовного кодекса. В январе 2022 года вступил в силу закон, согласно которому повторный выезд на полосу встречного движения или повторное превышение скорости влечет за собой уголовное наказание. Действие статьи не распространяется на нарушения, зафиксированные дорожными камерами. Что касается ее первой части. Например, ранее водитель был лишен за превышение скорости, либо за совершение обгона. Будучи лишенным, он опять совершает такое же правонарушение, либо превышение скорости, либо выезд на полосу встречного движения. В данном случае предусмотрена уголовная ответственность. Наказание в этом случае предусмотрено в виде штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей, или в размере дохода за период от года до двух лет, обязательными работами на срок до 480 часов, принудительными работами или лишением свободы на срок до двух лет. Одновременно приговор может быть дополнен лишением виновного права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Теперь, что касается второй части. По второй части, например, данный водитель привлекался уже к уголовной ответственности по вышеуказанной статье и опять же совершает данное правонарушение. По части второй предусмотрено более строгое наказание. Наказание по этой части предусмотрено также для тех, у кого есть неснятая или непогашенная судимость. Санкции в этом случае будут выглядеть так. Штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей. Могут быть назначены исправительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет. В качестве альтернативных видов наказания предусматриваются ограничения свободы, принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет. В этом случае приговор может быть дополнен лишением виновного права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет. Все это сделано для того, чтобы уменьшить число автомобильных аварий. А вообще, как вы думаете, поможет ли это для устранения, например, уменьшения количества аварий? Мне кажется, нет. Почему? Не знаю, как все нарушалось, так и будет улучшаться. Как вы думаете, сократится ли количество аварий при таких условиях? Думаю, что да. Водители будут здесь сотренированы, более порядок будет на дороге. Данная мера поможет сократить число аварий. В основном в больших городах. У нас подобные нарушения встречаются редко. Но, несмотря на это, будьте внимательнее на дорогах и соблюдайте правила дорожного движения.